Научиться слушать и слышать друг друга. В Ноябрьске прошел межрегиональный гражданский форум. Больше 200 участников с Ямала, Югры и Юго-Тюменской области говорили о сотрудничестве во имя развития. Главная задача форума – сделать более эффективным взаимодействие гражданского общества и власти. Разговор оказался непростым, но эффективным. Подробности далее. Ноябрьск стал знаковой диалоговой площадкой для 200 участников из регионов Тюменской матрешки. Власти, представители гражданского общества искали ориентиры взаимодействия. Такого большого разговора не было 4 года. Учитывая экономическую ситуацию, диалог, что называется, назрел. Ямальцы у нас вообще на самом деле с креативными идеями. Они всегда подсказывали власти и в решении трудных вопросов, и вообще предложение в закон. Вы об этом прекрасно знаете. Поэтому вот тот основной лозунг, который заявлен на гражданском форуме «Сотрудничество во имя развития», мы его возьмем в основу и будем двигаться в этом направлении. Равноценным партнерам с одинаковыми базовыми ценностями и общей идеей делить нечего. Власть и общество – две части одного пазла, которые должны дополнять друг друга. Но картинка редко бывает идеальной. Люди не доверяют власти. Власть не слышит людей. Взаимодействие между обществом, властью, гражданским обществом – это наиболее сильное и ценное достижение любых демократических стран. К сожалению, мы иногда сталкиваемся с тем, что власть считает, что гражданское общество – это общество, которое там им мешает, которое что-то там, как назойливые мухи, что-то требует, за что-то там борются. Эта ситуация для Ямала не характерна. Здесь не власть – враг народа. Скорее, народ – инфантилия. Настоящих партнеров власти не так много. Но именно они мотивируют людей на духовный рост и генерирование инноваций, важных для подавляющего большинства ямальцев. Конечно, общество должно говорить нерадивым чиновникам об их промахах. Однако и здесь главное – довести дело до конца. Ходить, проверять, контролировать желающих в ООН. По итогам сделать хороший анализ, конкретные хотя бы минимальные предложения, исходя из реальных возможностей, в том числе организационных, финансовых, становится уже гораздо меньше. Задать вопрос, услышать ответ. Например, о перспективах законопроекта о развитии арктической зоны. В идеале он должен стать не перепевом старых истин, а прорывом. Прорисовать яркую арктическую специфику, связанную с климатом, международным сотрудничеством, с проблемами безопасности. Сделать документ емким, насыщенным и лаконичным трудно. Теперь в законотворческой работе помогают общественники. Все понимают, что он жизненно необходим. И на сегодняшний день у нас диалог с профсоюзными организациями, общественными организациями, с всеми законодательными наших арктических субъектов. Их восемь, кто вошел в этот круг. И я так полагаю, что в весенний созыв мы уже приступим к конкретным текстам. На дискуссионных площадках говорили о взаимодействии по самым разным направлениям. Среди них деятельность некоммерческих организаций, поддержка молодежных инициатив, улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов Севера, проблемы развития Арктики и многое другое. Вопросы межрегиональной интеграции представители Тюмени, Югры и Ямала обсуждали совместно. Яркий пример – программа сотрудничества, которая продолжится, несмотря на экономические трудности. Только за последние четыре года объем финансирования мероприятий программы составил почти 85 миллиардов рублей. Эта работа находится под постоянным контролем и губернаторов, и депутатского корпуса наших трех субъектов. Сложно представить, что власть готова бесконечно генерировать идеи. Еще более трудно полагать, что общество примет их безоговорочно. Выход один – договариваться и сотрудничать во имя развития. Ведь равноценным партнерам делить нечего.